Ёлка огнетушительно видна месте. В праздничные дни сотрудники МЧС проводят рейды в частном секторе и в дачных кооперативах. В условиях действующих ограничений большинство югорчан предпочли остаться дома на новогодние каникулы. Поэтому угрозой безопасности становятся перегруженные электросети, фейерверки и костры. Пожарные инспекторы и специалисты ГОИЧС призывают жителей округа к бдительности и напоминают об элементарных правилах поведения. Без пожаров на дачах январские праздники не обходятся. Например, в прошлом году во время каникул сургутские кооперативы горели 7 раз. Сегодня опасность потенциально выше из-за наплыва людей. Во время пандемии в городе вариантов досуга немного. Поэтому свободное время многие проводят здесь, поближе к природе. Свежий воздух, детишкам есть где побегать, контакта нет с посторонними людьми. Ты не опасаешься. Дети во дворе, они под присмотром. Свежий воздух, лучше спят, лучше аппетит. Дачник Алексей Половнев уже обзавелся огнетушителем. Но в разговоре с инспектором всерьез задумался о покупке еще и автономного извещателя. Сегодня специалисты в сфере пожарной безопасности рекомендуют эти приборы для любых помещений. А для загородных домов особенно. Горят они стремительно. Если вовремя не заметить очаг, к приезду расчетов спасать обычно уже нечего. Его плюс в том, что он почувствует малейшее задымление и оповестит об этом жильцов. Есть обычный, есть GSM-модуль. GSM-модуль это будет оповещение на телефон, как звуковое оповещение в самом помещении, так и оповещение на телефон придет. Сегодня по округу действует особый противопожарный режим. Во время профилактических мероприятий такое пристальное внимание к дачам не случайно. В сургутских кооперативах до сих пор нет газа, поэтому дома либо с печным отоплением, либо с электрическим. Оба варианта далеки от безопасных. Имея дело с теми же обогревателями, необходимо постоянно следить за исправностью проводки. Чревато оставлять без присмотра и другие электроприборы, даже гирлянды. Прошлой зимой из-за замыкания в кооперативе «Магистраль» сгорел дом. Печальный опыт соседей, похоже, заставил задуматься остальных дачников. В Вайбере у нас есть группа, в которой мы обсуждаем проблемы, и бурно, и по-всякому все бывает. Приходим мы положительным результатом, и правление к этому прислушивается. И все знают, мы там пишем, что должно быть огнетушители обязательно. У каждого на даче есть огнетушитель, и даже по два. Дачникам напоминают, сейчас никаких костров. Причем оштрафовать могут не только за сжигание мусора на своем участке, но даже за шашлыки. Если проверяющие увидят, что распространению огня при этом ничего не мешает. А еще в кооперативах запрещено пользоваться крупной пиротехникой. Вообще в городе действует постановление, в котором определен ряд площадок и мест, их всего семь по городу, для запуска фейерверков. В остальных местах рекомендовано, так скажем, воздержаться от запуска пиротехнических изделий. Тем более в загороднических кооперативах, ну, сами понимаете, здесь строение особой пожарной, так сказать, безопасности. И, не дай бог, неправильно что-нибудь, и будет омрачен праздник. Профилактические рейды на территории дачных кооперативов запланированы на протяжении всех новогодних выходных. Особый противопожарный режим будет действовать до середины января. Светлана Славкина, Роман Турбин, Вести Югория, Сургут.